Украина и США обсуждают возможность поставок более дальнобойных ракет. Власти Молдовы опасаются агрессии Москвы, а в Великобритании назвали имена кандидатов на должность премьер-министра. Далее в эфире главные события в мире. Путинская армия не достигла никаких успехов на Донбассе за последние дни и теряет наступательный импульс. Такие данные приводит британская разведка. В ведомстве заявили, что хоть россияне и продолжают артиллерийский обстрел, территориально они не продвинулись. Объясняется это устаревшей техникой и оружием. Окупационные войска не могут быстро восстановить силы после больших потерь. Власти Молдовы заявили о необходимости перевооружения на случай российской агрессии. Президент Майя Санду выступила с речью, в которой не исключила возможности нападения на Кишинев. По утверждению Санду, если случится трагедия, аналогичная с событием в Украине, армия Молдовы будет обороняться мотыгами против самолетов, ведь у страны нет достаточного количества оружия. Ранее представители НАТО заявили, что на данный момент Кремль не является угрозой для Молдовы, ведь сил на еще одну войну у Путина не хватит. Жители Польши собирают деньги на новую военную помощь для украинской армии. В этот раз инициаторы планируют собрать около 4 миллионов злотых на закупку 20 дронов «Камикадзе» и наземную станцию управления к ним. За неполный первый день сборов на счет перевели более 30 тысяч злотых. В Великобритании стал известен возможный преемник Бориса Джонсона. По итогам первого тура голосования фаворитом стал бывший глава Министерства финансов Риши Сунак. Второе место заняла член парламента Пенни Мордант, а вот нынешняя глава британского медали Страсс заняла третье место. Всего в гонке на пост премьер-министра участвовали 8 кандидатов, двое из которых уже выбыли. Голосование продлится до тех пор, пока не выберут двоих лидеров, а победитель должен быть объявлен 5 сентября. Доходы путинского режима от нефти и газа упали до минимума. К российским энергоресурсам стали терять интерес даже Индия и Китай, которым ранее были сделаны немалые скидки, чем Нью-Дели и Пекин поспешили воспользоваться. Теперь же доходы России сократились более чем вдвое. По сравнению с апрелем. В июне федеральный бюджет получил наименьшую плату за последний год. Российская Федерация отказалась вернуть более 400 самолетов, арендованных у западных компаний. Лизингодатели готовы объявить об ущербе в 10 миллиардов долларов. Из 515 воздушных суден Москва отдала лишь 80. В связи с введенными западным санкциями Россия не может покупать или арендовать новые самолеты, детали или программное обеспечение. Киев ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении военной помощи, а именно о предоставлении ракет для РСЗУ «Хаймарс» с большей дальностью. Сейчас украинская армия использует снаряды, способные поражать цели на расстоянии до 70 километров. Субтитры создавал DimaTorzok